Мы начинаем тогда, значит, наш курс. Дело в том, что читаю его третий раз, и первый был, кажется, в 2017 году, потом в 2020 мы его записывали. То есть, в принципе, на меня на страничке, потом покажу ссылки, есть записи предыдущего курса, и я буду там обновлять их на новую. Потому что там это делалось еще чуть-чуть, хотя до 2020 года было чуть-чуть до ковидной эпохи, и поэтому это делалось не в зуме, все были здесь, и это писалось просто стоящей здесь камерой. В общем, качество хуже, чем на самом деле, когда пишется вот непосредственно в компьютер, но с другой стороны здесь можно было прыгать, ходить и так далее. Поэтому, в принципе, все лекции будут у меня обновляться, они не сильно меняются, но будут меняться по сравнению с 2020 годом. Я тут некую специфику учитываю, в том числе и тех, кто слушает, потому что меняется по специализации аспиранта. Поэтому, в принципе, я думаю, разрешения всего остального здесь нам будет хватать, и в случае чего все материалы у меня на страничке есть. Поэтому, понятное дело, что можно какие-то лекции пропускать и прослушивать их потом в записи. Хотя мне, как бы, это интересно, если вы будете вживую в том числе задавать вопросы, чтобы я понимал немножко, какие вещи у нас здесь понятны и непонятны. Во-первых, надо немножко сказать, о чем вообще, собственно, идет курс, потому что название-то очень специализированное, то есть локальный редуктор – это некий прибор на ВТА. Но при этом он у нас идет, он у нас еще так же обязательный, а это потому, что я использую, собственно, тему локального редуктора, семейство Скорпи, Скорпи-1 и Скорпи-2, для того, чтобы обсудить некоторые вообще общие вопросы, связанные с практикой астрономических наблюдений. Прежде всего, у нас в обсерватории. То есть, это вопрос о фотометрии, спетроскопии, панорамной спетроскопии, что такое спеторальное разрешение, что такое широкощельность, что такое пределы детектирования объектов. То есть, в общем-то, достаточно общие вещи, которые, мне кажется, стоит знать кандидату наук, специализирующего в области все-таки наблюдательной астрономии. Кроме того, даже в тех случаях, ну, здесь, я смотрю, здесь вроде все оптики, да, у нас? Вот, да, у нас там у нас, да, в онлайн, да. Даже для радиоастрологов, я думаю, это будет полезно, потому что сейчас у нас, как вы знаете, общенаука и была, сейчас еще в большей степени она у нас многоволновая. Мы волноваем, и поэтому бывает, что вот, и вот я, например, как оптик, скажем так, на жаргоне, я, в общем-то, писал довольно много заявок на радиотелескопы. На отечественных-то и как не приходилось. Вот, и, соответственно, наоборот, радиоастрономы интересуются отличными наблюдениями, поэтому, в общем-то, надо себе представлять возможности того-другого. То есть, если у нас будет какой-нибудь курс по, именно по методу радиоастрономы, я бы сам с удовольствием походил бы, потому что это действительно, мне было бы интересно. Поэтому, в общем-то, я буду здесь кататься довольно широкого круга вопросов. Ну, опять-таки, вот этот спойлер есть, вы можете почитать на странических каких-то таких, что будет в последующих лекциях. Но все-таки я буду фокусироваться на фокальных лекциях, потому что это, в общем-то, та аппаратура, с которой я сам работаю. Ну, некоторые здесь, кого я вижу, в зале тоже, в общем-то, с ней уже имеют отношение, получают наблюдательные данные. В общем-то, это такая некая знаковая, знаковый все-таки прибор для нашей обсерватории. Поэтому я буду касаться здесь еще общих вопросов, связанных с историей САО вообще. Ну, скажем так, в техническом и методическом плане. Мне кажется, это важно, потому что у нас уже и старшее поколение многие вещи забывает. И это, в общем-то, надо бы знать, как говорится, о тех швабрах, на которые выступали ваши предшественники. Потому что, в общем-то, огромное количество тех проблем, которые мы здесь имеем, скажем так, чисто технически, которые дает наш телескоп, они вообще никуда не едутся. Они как были там в 1975-1976 году при его запуске, так и не остались. И надо знать, в общем-то, как эти вопросы можно решать. Поэтому, в общем-то, вот эта такая вводная общая часть, почему мы вокруг этого курса как бы… Я стараюсь формировать некоторое такое более общее, скажем так, галоком по Европам, по практической астрофизике, в основном в области петроскопии. Вот. А, собственно, сами, значит, приборы. Они у нас сейчас оба до сих пор представлены на телескопе. Скорпио… Я буду, надо здесь как бы не путаться, а по-разному это называть, потому что изначально он назывался просто Скорпио, то есть воспитательный камер с оптическим редуктором для интерфеометрических наблюдений. С 2019 года он у нас называется Скорпио-1, потому что у него там была довольно серьезная авария, он потом прошел модернизацию, изменившую некоторые внутренности прибора. И, в общем-то, мы даже в фитшапках, вот, кто ими делал с нашими наблюдениями, пишем, раньше писали Скорпио, теперь пишется Скорпио-1, ну, потому что Скорпио-2 был сделан уже, получается, да, 13 лет назад у Скорпио-2, и, в общем, он сразу был с цифрой 2. Поэтому вот, иногда я буду говорить Скорпио, это Скорпио-1, подразумеваю, поэтому, в принципе, примерно один и тот же прибор, но в некоторых случаях это важно. Значит, давайте пойдемте дальше. Следующий момент, который, вот, наверное, график нужно перестроить, они здесь ограничиваются с 17-18 годом. Я когда здесь делал, помню, доклад на Комитете по тематике по эффективности использования разных наблюдательных методов на телескопах, здесь слева это доля наблюдательного времени, которая приходится на разные методы наблюдений. Ну, вот сейчас надо будет, наверное, сюда добавляться, будет где-то у нас там с 21-го года, будет потихоньку добавляться новый волокон из петрографа, в случае, недавно было, конечно, объявлено, что он называется футбороза, да, то есть он просто где-то будет здесь у нас участвовать. Вот, ну, в общем-то, получается, что вот эта доля, насколько я помню, она не меняется с года в год, как вот в 10-м году мы пришли, чуть больше половины всех наблюдательных данных на БТА получается с приборами типа СТО. То есть, поэтому, в общем-то, здесь с ними многие сталкиваются. Ну, это та данность, и, в общем-то, я буду рассказывать, почему она так получилась, кратко это, потому что это, в общем-то, довольно универсальный метод наблюдательных. То есть он интересен и занимающимся звездами, и занимающимися галактиками, и поэтому, в общем-то, у нас получается, в общем, чуть-чуть больше половины, вот так у нас вот это идет. Так же, как там по публикациям, там вообще было еще большее смещение, на самом деле, в Далях, вот там у нас вот это вот идут разные, да, ну, проценты, да, проценты там до 80% всех публикаций БТА получается со скорпио, в модных там терминах, там, журналах Q1, иногда это сколько, даже были такие годы, сейчас, понимаешь, поменьше, собственно, и правильно. Тем не менее, в общем-то, это действительно основной прибор БТА, ну, основные приборы, и, ну, наверное, на ближайшей перспективе это будет так, я надеюсь, ну, если с ними ничего не случилось. Спироскопия и фотометрия, вот это в какой-то степени это жаргон, потому что, ну, каждый, например, знает про себя о спироскописте или фотометристе из оптики, да, хотя я, например, про себя не могу так сказать, то есть я считаю себя спироскопистом, занимающим фотометрии. Вот есть определение из Вегипедии, да, что фотометрия – это такой вот раздел, изучающий, значит, энергетические характеристики поля излучения. Но, как правило, в астрономии мы это сводим к тому, что у нас есть картинка, которую вы, как говорится, фотометрируете, да, то есть используя картинку уже какую-то, в каком-то фильтре, мы получаем какие-то характеристики, там, звезд, галактик, ну, как правило, то есть это интегрирование в каких-то апертурах или там описание каким-то своим законам распределения энергии, значит, определение параметров этого закона. В то время как в петроскопии это у нас более такое, значит, широкое определение в плане именно непосредственности течения спектра, то есть распределения энергии. Ну, Мартынов, вот Дмитрий Яковлевич в курсе практической астрофизики, он, конечно, старый, но, в общем-то, альтернативы нет до сих пор. Поэтому периодически в него есть смысл заглядывать, потому что базовые понятия там, возможно, неплохо изложены. Он говорит вот так же. Наука фотометрия – это наука световых измерений, причем в тот момент действительно кроме картинок, ну, тогда еще не CCD, а в теннертиве пластинок были просто вот фотометры с феумом, значит, диафрагмами, поэтому там проводились измерения, да. В теннеринкоскопии это мы, значит, раскладываем по длинному фону. Ну вот как-то, поскольку есть такое наивное определение, да, практически, вот в теннеринке с картинкой это ты с аспектом, вроде все понятно. Ну вот я читаю здесь еще отдельный курс по панорамной спетоскопии. Вообще-то советую его слушать, хотя он необязательный. Ну, кто не хочет слушать, может просто прослушать видеорекции, у меня тоже странички лежат. Там, например, все смешано. То есть это метод спетоскопии, который позволяет переходить к изображениям, ну или наоборот. Там мы получаем спектр по большому полю вот такие методички все. Вот. В то время, как бывает, значит, вот, апертурных автометров, то есть это вот, там никакой картинки нет, да, там одна точка. И вот как-то несколько лет назад, вот раз, когда я готовил этот курс, предыдущие его версии, у меня этот же вопрос задавал Саша Перепелицын, который писал как-то, диссертацию кандидат технических наук. И, собственно, у меня был вопрос, почему тот прибор, который мы сделали, называется обученный вратиспотомник, а иногда мы говорим о нем как-то спектром. А тут я понял, что, в общем-то, можно вот так вот определить, вот это определение мое собственное, но мне кажется, ну, вот интуитивно правильно, что вот у нас есть распределение, мы изучаем распределение, и в том случае мы изучаем распределение энергии. Вот здесь нарисован спектр галактики, характерность звездообразования в лаптическом диапазоне, да, аксорционными, немесенными. У нас есть некое энергетическое разрешение по длинному. В случае фотометрии это ширина наших фильтров, с которыми мы работаем. И вот в случае спектра это, значит, наш аппаратный контур спектром. И вот если у нас это разрешение позволяет разделять какие-то характерные детали внутри распределения энергии, то это спектроскопия. То есть вот у нас мы можем, скажем, выделить отдельные линии и распределение энергии между ними изучить. Это спектроскопия. Если у нас все эти характерные детали сглаживаются, то это фотометрия. Опять-таки здесь определяется тем, что, собственно, вы называете характерными деталями, скажем. В инфракрасном диапазоне будет немножко под руку. Ну, в общем, поэтому мы говорим будем говорить о спектроскопии и фотометрии вот в рамках вот этих вот понятий. Некий набор таких цифр как раз и понятий как раз недавно мы обсуждали, то вот по-русски всегда говорят разрешение. Разрешение в любом случае. То есть вот когда говорят разрешение спектрографа 2 Ампстрида и разрешение спектрографа 3000 или там 100 тысяч. В английском различают resolution и resolution power, так сказать. Мощное решение. Мощное решение это цифра этого буква R R большой обозначает это длина лямбда на 3 лямбда то есть длина валу наша характерная на ширину спектрографа на ширину аппаратного пункта. То есть вот я буду говорить о спектроскопии в ценах низкого разрешения то есть вот эта цифра R это где-то от 300 до 3000 так скажем условно базового тысячи. Вот при этом понятно что фотометрия скажем вот у вас там в линии красный фильтр да там скажем R это у нас там 600 нанометров ширина у него там где-то 800 нанометров это значит у нас будет это разрешение значит R у нас будет порядка где-то несколько да меньше 6 такая вот универсальная характеристика ее в основном как-то больше любят люди занимающиеся высокими высокими высокого разрешения там она как-то более в ходу чем чем у негалангиков тем не менее вот периодически эта цифра будет всплывать а по-русски мы говорим и разрешение и в терминах амстрем там нанометров и в терминах вот этот безразмерной величины R вот это самое низкое разрешение оно такое вот очень базовое в многих пещах прежде всего связанных с наблюдением слабых объектов поскольку в принципе это вот разрешение порядка 10 амстрем где-то лучше где-то хуже это позволяет скажем для внегалактических объектов посмотреть красное смещение и понять что это такое звезда галактика квазар в таком красном смещении в принципе если мы опускаем разрешение до нескольких амстрем то уже можно изучать кинематику то есть движение газа и звезд галактик потому что там учит скорости большие там речь идет о десятках и сотня кмс 45 км в секунду это как раз на длине линии ашарфа от 1 амстрем очень удобно запоминать плюс задачи по изучению химсостава газа условия ионизации изучение галактики звездных подсистем ну там требуется как раз где-то уже около 1-2 амстрем то есть это такой вот он базовый иногда есть даже такой термин вот жаргонный что спектральное разрешение порядка 10 амстрем то есть терминах это будет около 600 его называют внегалактическим типа вот у звездников хорошие разрешения яркие звезды ну значит работаем вот с этим то есть в основном речь идет у нас именно о спетоскопии низкого решения самым внегалактическим вот тихонько мы там немножко рассмотрим отдельные лекции сканирующие интерферон фабриру там у нас в общем-то разрешение уже там достигает 15-16 тысяч в общем-то даже немножко побольше чем у нас на основном звезды с Петрохой но это такой специфический метод и он ограничен по диапазу и по условиям вот пожалуй не более важная вещь которую я считаю надо в том числе могу спрашивать именно экзаменах кандидатских хотя бы пониманий это что такое слабый и яркий артик потому что вот у нас даже на телескопе есть как мы хорошо знаем в расписании светлый темный анзорчик у нас есть методы которые работают в лунное время есть которые нужно использовать безлунное наблюдение время то есть низкий фоновый сигнал на небе но при этом и то и те и другие методы эффективны потому что в одном случае мы работаем со слабым объектом и с ярким вот при этом вот Петал Ищеглов патриарх нашей экспериментальной астрофизики книжку книжку его 80-го года я очень советую кажется даже я даровал ссылку у меня на страничке на электронном виде только нашел здесь я не уверен сканирован в принципе у нас есть библиотеки она действительно очень полезна он подчеркивал что для данного телескопа одна и та же звезда может быть либо яркой либо слабой в зависимости от качества изображения яркости фона что это собственно определяет дело в том что слабость или яркость объекта мы определяем по тому а что собственно нам определяет отношение сигнал шум привода эффективно вот простейшая задача это у нас мы измеряем поток от звезды в скажем в некоторых скажем мы считаем что мы просто интегрируем в пределах его углового размера то что мы называем заргоний сиг то есть у нас есть диаметр репректуры телескопа угловой рамбет звезды бета обычно традиционно называют с маленькой это фон неба то есть то же самое что у нас бывает темное небо и светлое небо вот у нас идет какой-то поток от звезды тогда соответственно n маленькая это сколько у нас идет кванта на единицу площади в секунду соответственно за единицу времени в телескоп у нас приходит да мы всякие пи опускаем у нас приходит квадродиаметр значит умножить на этот самый поток и на время это от звезды в то же время в эту самую площадку на которой мы собираем свет от звезды идет фон и вот этот N большое S значит вообще ну а это потому что у него sky от неба да это у нас получается будет соответственно те же то же там квадрат апертуры вместо звезды фон потока от звезды у нас идет значит поток от неба и еще разумеется поскольку это поток от неба с в данном случае с террья то есть какого-то значит площадки мы умножаем на размер этой площади то есть на угловую размер вот все это подставляем и получаем да вот этого шум у нас сигнал у нас определяется потоком пришедшим от звезды а что здесь мы предполагаем что сигнал у нас плацоновский отдельно у нас скажем на следующей лекции я буду рассказывать почему это не всегда так но все-таки в целом это работает да то есть то что мы изучили в университете что значит при плацоновском распределении а фотоны это плацоновская статистика у нас сигнал это корень из здесь только важных это корень из числа фотонов а не из отчетов соответственно у нас сигнал будет определяться шум будет определяться корнем уже из всего что пришло то есть это фон плюс звезда вот это самые две нб то есть нс звездочки нс яркий объект это тот у которого вот поток от звезды объект значительно многократно превосходит то что у нас идет с этой же площади от неба и тогда мы просто подбираем поставляем значит тогда мы пренебрегаем значит этой самой значит шумом от звезды шумом от неба получается у нас классическая формула значит что у нас звездочек это будет корень из н значит это пропорциональный диаметр звезды на корень из времени это вот такая формула которую часто люди держат в голове вот что люди наблюдают о так у нас значит здесь отчетов там у нас там 100 тысяч отчетов звездочек в 100 если у нас г единичка ну значит если мы сделаем две экспозиции корень из двух мы лучше но это работа для когда мы считаем что тот сигнал который мы регистрируем который мы измеряем который нам интересен полезный сигнал он является собственно он определяет нашему статистику вот слабые объекты это то куда уходит почти вся галактическая астрономия это то где требует собственно темное наблюдательное время то есть безлунья это как раз тот случай когда у нас объект настолько слаб то от фонов поток он превышает полезный сигнал от объекта тогда мы соответственно наоборот убираем из этой формулы с основной сигнал от объекта наблюдений получаем что у нас это будет сверху у нас сигнал определяется звездой а шум определяется фоном подставляем все вот эти вот значит наши выражения сюда сокращаем лишнее и что получается опять остается пропорциональность значит корни от времени да чем больше мы копим тем больше мы получаем так и есть вот но при этом при этом значит но при этом на что получается у нас получается что у нас вместо диаметра входит диаметр деленный на сим на качество изображения это вот та вещь которая скажем для наблюдения на нашем телескопе критично почему даже если вы не хотите картинку а просто хотите мерить поток от звезды или там значит получить спектр слабой звезды вам хочется хорошего качества выражения не только потому что это потому что вам все равно что делать вы можете работать на шестиметровом телескопе с изображением 2 секунды а можете работать на трехметровом телескопе с изображением 1 секунды и для прочих равных условиях для фотометрии будет одно и то это причина почему например на вот у нас не очень любят на телескопе на МТА заниматься именно фотометрией точных объектов и как потихоньку задачи которые такие ставились я еще помню когда здесь там поставили задачи по скажем фотометрии там этих самых нейтронных звезд 24-25 величина как только стало возможно это делать на телескопах там 8-метрового класса а может даже 4-метрового хорошего изображения стали переходить туда потому что за счет вот этого фактора улучшения качества изображения вы выигрываете те это важно когда это слабый объект но что здесь тоже важно это объект точечный если мы наблюдаем протяженный объект там будет у нас немножко по-другому я дальше покажу ну вот пример как аспекты слабого объекта еще из давних наблюдений со скорпио гравитационной линзы вот собственно картинка из СДСС вот сама гравитационная линза вот она синенькая это изображение линьированной галактики на гравитационном поле вот этой вот красной галактики вот пример живого спектра особенно интересный тем кто в общем-то наблюдает работает у нас со спектрами высокого решения звезд то есть у нас вот так вот соотношение фона и объект то есть вот это большая часть того что мы видим большая часть фотонов которые в кадре это небо вертикальное это линия ночного неба на дневной волне у нас идет горизонтальная оси самая мощная линия значит авроральная 5577 вот судя по всему наблюдали объект на станице Зеленчукска потому что здесь вот довольно мощная линия ртути видна лампочки дают дальше пошел гидроксил линии вот эти полосы молекулярные то есть просто все забито линиям есть еще общий фон то есть его где-то выше там где-то то есть слабее 19-20 величины речь уже идет о том что это объект у нас слабый даже на темном на безуме характерное соотношение в данном случае это объект почти 21 величины в полосе Р вот у нас фетр галактики вот уже экстрагированные отсюда и убраны видите там вообще крохотная линия совсем маленькая вот общая шумовая дорожка континуум а вот небо у нас почти на порядок ну это вот то с чем мы работаем здесь приходится нам в общем-то нужны большие экспозиции нужен большой телескоп плюс в общем-то для такой задачи еще важны качество изображения потому что напоминаю в общем-то именно отношение диаметра определяет нам пределы ну как уже говорил это все для у нас было звездообразных объектов вот это форму напоминает что д на диаметра делится на б протяженный объект протяженный объект оказывается в общем-то все немножко веселее для нас даже лучше для телескопа потому что речь идет о чем-то таком большом у нас теперь так же как у неба есть поверхностная яркость здесь тоже есть поверхностная яркость объект вот если мы пересчитаем соответствующую формулу то есть опять сложим внизу шумы от объекта от фона сократим все здесь у нас теперь вместо бета уже не разрешение определяет а мы просто сводим кусочек на детекторе то есть на пикселе а пиксел значит это вот в угловой мере это линейный пиксел делить на фокусное расстояние в данном случае телескопом мы наблюдаем на телескопе значит диаметром D и фокусное расстояние R и когда мы сократим все значит увеличения потому что здесь у нас будет просто квадрат пиксел умноженный на поверхностную яркость на время для звезды и поверхностную яркость фона на время для объекта то получится что мы опять приходим значит к формуле с зависимости опять-таки слабый яркий объект но при этом у нас критичным оказывается у нас вместо величины бета у нас получается у нас вылетает фокусное расстояние и мы получаем вещь которую я первый раз прочитал еще в книжке моего детства любительская автография Леонида Секурука что это парад смен на 8М телескоп Ламут завод Ламут пускал любительские популярные детей потому что они были дешевые и в общем-то еще и не ломались он светостил диафрагму 1,4 для наблюдения слабых объектов так же эффективен как телескоп быта такое утверждение потому что телескоп быта это та же самая сила 1,4 диафрагма и здесь оказывается что опять-таки слова при прочих равных условиях если мы возьмем пленку из этого фотоаппарата и поставим ее на 6-метровый телескоп то да для получения той же самой поверхности те же области в галактике туман сандромеды как появился например нам будет та же самая экспозиция но конечно есть нюансы потому что на 6-метровом телескопе физический размер того же пиксера фотопластинка и мусик размер зерна он физически остается тем же но в линейной мере разумеется большой телескоп с той же самой светосил даст более детальную картину то есть это в общем-то но то что у нас при наблюдении протяженных объектов нужна именно светосила об этом всегда надо помнить потому что все-таки матрицы ПЗС у нас из более-менее одного размера пиксел на телескопах соответственно тогда у нас получается что в общем-то действительно более светосильный телескоп это даже меньше диаметра это возможность получить более красивую картинку если пример наблюдения 3,5-метровый телескоп Канадо-Франко-Гавайский внешней области галактик на очень низком уровне поверхностной яркости но тут еще конечно я и будем о этом говорить у нас уже включаются вещи которые в формула не входят например рассеянные свет в системе то есть что-то немножко у нас перед троги доли процента света которые отражаются от оптики даже просветленной они начинают идти своими путями создают нам какой-то общий фон который нам конечно детектирование таких слабых деталей ухудшает так ну вот мы потихонечку за полчаса подобрались собственно к тому что такое фокальный редуктор потому что вот как раз фокальный редуктор это свеч которая нам важна именно с точки зрения фотосилы дело в том что еще в середине прошлого века великий французский историк Георг Куртес в 1952 году он там совсем молодым был несколько лет назад он в общем-то сформулировал то что он понял что идет эра больших телескопов и даже для тех которые были тогда тогда были тоже 5 метров американских оказывалось что масштаб фокусе телескопа слишком деталь у нас даже в нашем 6-метровом телескопе вот такая цифра ее помнят вот старте поколение что у нас в прямом фокусе приходится на одну 8 угловую секунду миллиметр вот так то есть соответственно 12 соток секунды значит это значит у нас 12 соток секунды это будет у нас если мы поставим туда классическую ПЗС атласические профессиональные матрицы как правило сейчас пикселя на 13 половин микро то есть мы покупаем с коровкой ПЗС там какую-нибудь андоровскую или даже те которые у нас 42-40 42-90 которые у нас делают в лаборатории перспективных разработок и оказывается что у нас она дает масштаб одну одну десятую секунду это в общем-то слишком мелко потому что качество изображения где-то секунды полторы соответственно у нас что у нас будет приходиться больше 10 пикселей на это значит даже больше 20 пикселей на все изображение звезды то есть картинка будет слишком детальная новую информацию мы не получим а при этом с точки зрения наблюдения с протяженных объектов у нас соответственно будет не очень не очень парашно пикселы мелкие формула была предыдущая ну конечно мы можем делать бининг сладить под ногу пикселей но тогда у нас получается мы как-то очень эффективно расходуем дорогой прибор разумнее подойти с тем чтобы сделать оптическую систему которая нам уменьшит пропускное расстояние то есть вызовет редукцирование уменьшение поэтому редуктор он уменьшает фокусное расстояние и вот эквивалентная светосила эквивалентная фокусное расстояние уменьшается то есть f деленное на диаметр получается значит bta 4 фокусный диаметр осталось значит 2,6 но обычно просто вот чтобы подпутаниться но она должна быть в голове надо переворачивать обратно когда в статьях пишут светосили приборов то пишут вот в единицах скажем f на 4 то есть диаметр у нас получается f на 4 означает что у нас фокусное в 4 раза больше диаметра с редуктором будет f на 2,6 жаргонное обозначение наверняка вы его встречает поэтому в общем-то культет сразу разработал идею редуктора в 50-х 60-х годах пример я правильно помню на провансовском телескопе метр 92 и он как только появился 6-метровый телескоп он у него лучше приехал то есть вот этот пример наблюдений галактики М33 собрали узнал ее в линии Ашальфа начиная с 79-го года шла целая серия наблюдений то есть причем это была суперсистема то есть супербыстрая то есть очень высокой светосилы то есть она превращала фокусное расстояние телескопа в те же самые 6 метров проблема этой схемы была в том что у вас была заметна кривизна поля которая решалась тем что наблюдения проводились на изогнутых стопленок то есть в полной темноте специально вырезали значит кружочек пленки который потом заправлялся в такую кассету который его погибал на таком сферическом фуансе и вот производился позиция вернее наоборот вот потом это все упрямлялось и значит такая была техника чем сказать что Берр Куртес вообще уникальный человек он разработал множество разных методов практической астрофизики от введения вообще в обиход узкополосных традиционных игр в обиход астрономов до разработки концепции реализации интегральных левых статоков это я буду в курсе рассказывать на сетиметровом телескопе он приезжал много раз видите ссылка на статью куча французов и додонов Сергей Николаевич тогда еще именно наблюдатель на 6-метровом телескопе надо сказать что по рассказам людей которые я уже застал Куртес он очень активно на западе пропагандировал 6-метровый телескоп вообще когда я готовил обзор по своей теме по истории вопроса метод на БТА вот поднимаешь старые статьи старые воспоминания которые у нас есть на страничке обсерватории библиотеки то есть здесь была невероятная движуха в 70-е 70-е годы БТА был действительно самый большой телескоп в мире и здесь было огромное количество иностранцев несмотря на то что это еще даже еще эпоху непозднего СССР когда это приезд сюда он в общем-то требовал определенных согласований тем более это в общем такое место считалось стратегического его значения 6-метровый телескоп там еще рядом станция соответствующая есть но тем не менее иностранцев было очень много и они много привозили свои аппараты в том числе это были коллеги из Марсельской обсерватории им страшно везло с погодой то есть у Куртеса когда он приезжал у него все время были секундные изображения он приезжал всем рассказывал приезжали другие и некоторым наоборот абсолютно не везло скажем вот команда Вайгента с которым Юрий Балегов много работал им как-то вот традиционно они приезжали большими командами с спекландерфером с фокасной камерой и в Сауд уже я уже застал когда все привыкли ну сейчас это приехали значит бонгские немцы погода у них то есть вот такое бывало но тем не менее ну на самом деле у них тоже была погода результат у них были но как-то им не везло Куртесу везло он очень активно все это рекламировал и в общем-то много работы этим и другим методом здесь методом телекопия делала с каждым французскими коллегами ну вот как вот эта фотография на сайте у нас лежит альбом история сала фотография ну вот здесь Игорь Михайлович Караченков узнаваемый значит в переднем плане да там собственно Фанастик уже несколько лет его нет с нами вот собственно Георг Куртес а это вот Кридодом недавно 70-летие вот ну что-то это кстати комнаты наблюдения кто вот еще проводит работает на телескопе не онлайн а вживую в общем-то в эту комнату частный заход то есть собственно как реализуется фокальный редуктор оптическая схема здесь в общем-то довольно простая то есть у нас слева идет свет от телескопа B это место где у нас появилось изображение мы изображение рассматриваем через муху то есть через не через одну а через систему линз значит определенных фокальным фокусом расстоянием это коллимар то есть оно у нас изображение из фокальной плоскости переводит в бесконечность в коллимированный пучок термин все хорошо измельчат дальше этот пучок перехватывается следующим объективом называется камер она наоборот из коллимированного пучка делает сходящий то есть коллимированный пучок используется как такой переходный элемент для того чтобы согласовать нам разрешение светосилы потому что понятно что если у нас фокус на расстоянии камеры и коллиматоры совпадают то у нас ничего не меняется мы с таким же масштабом построили поставим камеру с меньшим фокусом получится что у нас изображение будет с более глубоким масштабом как раз мы уменьшим это значит эквивалентно фокус на расстояние сделаем лучше светосилу сделаем больше поле зрения в общем-то идея фокального люти она вот в этом дальше все то что используют фотографы телеобъективы практики скажем так работы в том числе не только на телескопах она все основана на этой простой идее что здесь оказалось полезным полезным здесь оказывается то что у нас есть кулимированный пучок а кулимированный пучок это то что может использовать с петровой то есть если сюда просто поставить призму или чаще используют призму то она же меняет направление хода луча ставят гризму это комбинация призмы и решетки отдельно будет с вами внутри этого курса рассматривать она нам получает она не меняет направление лучей то есть как свет прошел в том же направлении идет но при этом уже разложены под длинным блоком соответственно мы ставим диспергирующий элемент поставили значит сюда эту самую гризму пока не плоский где она сейчас просто стояла дырочка и светофильт мы поставили например щель вырезанную скажем в чем и вот мы получили спиртогр удобство в чем вытащили гризму щель опять опять фото то есть мы здесь можем сразу закладывать в эту простую схему которая нам еще дает возможность для наблюдения слабых объектов благодаря лучше светосили мы закладываем многорежим это жутко удобно в частности слабый телескоп есть проблема наведения на слабое большой телескоп слабый объект есть проблема наведения на них я вот застал эпоху наблюдения с классическими методами на ГТА но это было такое серьезное упражнение надо было навестись на несколько ярких звезд в поле пересчитать разницу координат потом навестись значит слепую скажем в какую-то область на небе получать ее свето веря в то что телескоп у нас работает верно и все это перестроено здесь же в общем-то вы понимаете мы сняли картинку мы знаем где у нас находится щель внутри нашего прибора мы наводимся на очень слабый объект вот и в общем-то эта идея редуктора Куртеса дальше пошла массово современных телескопов ну современных скажем где-то в конце 70-80 мы начали массово применять системы речи путьена с большим полем зрения то есть телескоп возникает гиперболическими зеркалами они компактны большое поле светосила при этом не очень высока потому что у нас изначально это у зеркала высокая светосила а потом мы ставим вторичнее зеркало оно нам удлиняет фокус соответственно редуктор нужен чтобы она получить больше светосилу плюс можно запихивать туда разные элементы и строить многорежимный прибор при этом появились географические решетки прозрачные это вообще супер вещь не буду рассказывать они используются на телескопе как вы знаете они очень прозрачны там высокоэффективность лучше чем отражательных нарезных и пропускательных обычных классических которые в учебниках нарисованы соответственно мы очень сильно улучшаем ситуацию по значит цвету которые мы дедиктируем ну вот пример значит первый прибор был сделан вот вот это камера EFOS на естерском телескопе 3,6 метра так потом EFOS 2 появился и так далее и так даже написано вот и в общем скажем в EFOS 2 было аж 8 метров наблюдений то есть кроме прямых снимков где-нибудь щели без щели без щелевой там еще был вариант и шелест скриптографа соответственно полиринет перебранных вариантов коронография то есть мы вводим вместо щели наоборот щели то у нас прорезаны а мы наоборот вводим туда значит масочку на звезду да то есть вот то самое значит чтобы значит заниматься какое-то изображение вообще-то модно за планет смотреть там слабые спутники звезд смотреть вот вот и сейчас целая семейство таких приборов вот кстати вот это вот если мне перечислено кроме вот форса долорес они так все одинаково почти названы вот причем это фоск это на российском турецком сельскопе полтора метровом выпускники казани наверняка работают с его данными это в одном и том же месте делается в Копенгагене значит там они сделали в институте астрономическом они построили десяток наверное таких стандартных приборов которые вот на телескопе двухметрового класса появляются кстати у меня фотография все-таки и фоска а это вот для масштаба здесь фотографировался потому что потом вместе со скорпием показывать это скажем так аналог скорпио на вилки это там был форс-1 сейчас форс-2 это восьмиметровый телескоп огромная совершенно такая бандура скажем вот если в скорпио мы залезли ставим в стакан здесь много места в кассегринском фокусе это преимущество современных телескопов потому что под зеркало вы можете повесить очень много внеограниченной пространственной первичному фокусу вот и там тоже в общем-то большое количество различных вариантов то есть изображение во многих фильтрах с фотоскопией значит с разным набором грин но я дальше буду говорить о параметах скорпио-2 где-то близко мы к этому всему находимся у него значит там там значит всякие ручки перемещающие значит модули значит для с многочилевой масочкой полириметрия вот в общем такой стандартный прибор даже как я помню когда мы скорпио-2 разрабатывали здесь поддерживать это собственно форс потому что в тот момент сидящие знали про форс мы знали немножко больше чем про что строится у нас действительно такой очень масс скажем так очень затреблен до сих пор хотя он довольно старый меняется скоро приборы первого поколения на 8-метровых телескопах на вилки в общем он именно очень задействованный потому что очень много задач можно решать в таком универсальном комбайне вот собственно я уже говорил о том что сегре на стоп-фокусе очень легко установить аппаратуру вот здесь хотел немножко остановиться на том на тех проблемах которые у нас есть ну вот наш 6-метровый телескоп в общем все мы его видели надеюсь что все да значит во-первых такой момент да у нас сильно различается светосила футуса у нас один в четырем в первичном фокусе то есть мы работаем непосредственно в первичном фокусе без вторичного зеркала как в речке Кретьена но при этом у нас фокус с нефмита это значит свет пошел у нас значит кипер был мы ввели потом она пошла значит свет пошел у нас вниз переотразился один в тридцати да то есть это сразу определяло то что если мы хотим заниматься слабыми объектами условно слабыми объектами в кусах нефмита то нам нужно делать какой-то фокальный редуктор для того чтобы уменьшить этот фокус кстати вот сейчас вот например там фотометр он как раз использует там коммерческий редуктор для таких целей при этом у нас еще не вращающийся нет механического сопровождения вращения поля на нефмита что в общем-то тоже большая проблема по этой причине там в общем-то не так широко не используют скажем так для разных видов наблюдения телескопа такой момент прежде чем придача телескопа вот у нас обычно как-то традиционно в САУ вспоминаю в связи с строительством телескопа разумеется человек который строил это Баградка Сочиньчинься это собственно он разработчик сейчас первых советских телескопов он же строил 2,6 метров телескоп в Крыму и для Буракана зеркальный телескоп Шайна из ДТШ и зеркальный телескоп имени Мурцумян из ДТА значит Буракан вот и кстати кто-то был в Крыму или в Армении то видели эти телескопы то они очень похожи на БТА то такая же конструкция только на полярном метро фактическую схему он сохранил но дело в том что ему были предшественники во-первых саму идею строительства непосредственно 6-метрового телескопа что страна СССР должна построить 6 метров потому что 5 уже было у Америка ее высказал наш великий оптик Дмитрий Паксутов в 50-х еще годах в документах по истории САУ которые есть у нас на страничке в архиве там об этом говорилось то есть об этом начинал писать и был первым как бы инициатором этого дела а у самого погрецовича Энисиане у него был учитель Николай Геннадьевич Пономарев это человек который вообще построил самый первый советский телескоп еще небольшого размера в 30-х годах он был даже не то что директором он даже был основателем если я правильно помню ГОИ государственного в начале ФИКСБТА уже позже говорил о том что в бумагах Пономарева а он умер он погиб уже когда его эвакуировали с блокадного Ленинграда в 42-м году он просто не вынес тягу к блокады и значит он уже скончался в эвакуации он в найденных ему потом бумагах он писал о том что о том что современный телескоп большого диаметра надо ставить на альтезаментальной литировке чтобы уйти от тех проблем которые дает полярная литировка уменьшить сильно массу зеркала соответственно нужно продумывать электронную систему которая будет вести здание сразу по 2 координаты то есть все эти идеи которые строились бы так причем инсиане отмечают что если бы мы об этом узнали раньше может быть нам это как-то помогло бы чуть-чуть быстрее справиться с нашей задачей когда мы начали пройти в 6-метровый телескоп но то что мы вместе работали в одной группе все это варилось тоже сказалось но опять-таки это было довольно несмотря на то что у нас была очень прогрессивная альтезаментальная литировка принципиальный переход позволил строить телескопы все больше и большего размера впервые реализованы на нашем телескопе у нас все-таки была скажем так достаточно устаревшая оптическая схема просто потому что оптическая промышленность тогда советская не могла бы сделать зеркало гиперболическое которое можно было из телескопа речи парабола что к чему привела у нас с одной стороны есть первичный фокус высокой светосилы с другой стороны фокус большой потому что просто сильная светосильная парабола это сильная асферика и там качество будет очень очень хорошее по полю поэтому если мы сравним с современными телескопами я нашел у меня фотографию близкого нам по классу телескопа я вот его примерно это вот когда я ездил на телескоп Магеллана 4-5 метровый вот это попробовал смасштабировать примерно фотографию конечно ракурсы разные зеркало одно вот телескоп реально в три раза короче чем вы когда приезжаете никто не был на крупный телескоп на 8 метров нет пока не приходилось у кого какие траектории потому что вот туда заходишь там купол вот он ну таких купола три можно два точно то есть он близко к телескопу телескопу маленький король вот скажем даже на 10-метровом вот я был на 10-метровом канарском там тоже самое то есть там вот видишь что купол меньше меньше это на самом деле хорошо телескоп короткий потому что у него высокая светосила зеркала и даже эквивалентная светосила не такая высокая как у перечипов в оккусе он маленький он быстро перенаводится при этом у него маленький купол у него меньше дрожжания зеркала и меньше проблем с подкупой то есть вот наше отличие от более современных телескопов которые надо помнить что это вот они есть и это в общем-то наоборот других нет то соответственно мы можем планировать более дальше наблюдений это во-первых толстое зеркало оно у нас 49 тонны как вы знаете и оно из-за того что оно толстое оно во-первых долго имеет имеет тепловую тепловую у нас изменение температуры заборной это критично это у нас получается знаете мы после это это критично потому что медленно остывает и нагревает форма зеркала медленно меняется качество от этого страдает ну активной оптики нет то есть зеркало мы толстые зеркала не требуют коррекции в разных положениях трубы но вот поэтому качество тоже страдает длинная труба то есть даже ветер 5 метров хотя на следующем 15 метров если вы смотрите на этот ветер колебания заметны 1-2 угловых секунды может колебаться если не смотрим на юго-запад и соответственно юго-запад на ветре надо уезжать на север то наблюдатели все знают надо разворачиваться уезжать на север продолжать наблюдать более-менее хорошие условия потому что ценусь от ветра медленно перенавидение про температуру зеркала атмосферы я уже говорил то есть это в общем-то у нас это пропустит большой купол узкое забрало у нас потоки воздуха то есть это наша проблема соответственно у нас есть еще чисто технологические проблемы для наблюдения слабых объектов это мы залезаем во-первых в стакан потому что в Несмите у нас ограничений у нас нету механического ротаторов да и тоже наверное уже не сделать оптический диротатор они в общем-то на них теряется свет вот и поэтому в общем-то слабо объекты являются в первичном фокусе а значит аппаратуру нужно загрузить в первичный фокус она ограничена по размеру и к сожалению из-за разных наблюдений у нас идет частая смена аппаратуры первичного фокуса но вот на этой грустной ноте давайте мы немножко прервемся потому что сейчас как я сказал дальше у нас идет метеоусловие но прежде у нас есть проблема метеоусловие хотя конечно она очень сильно скажем так мифологизирован безусловно там есть даже такие классические еще советского времени рассуждения что вот церковь не стреляет церковь не звонит а царь церковь вообще не работает это даже не вегипедия как-то пролезло знакомо это давить в общем-то у нас вот проблема в том что на самом деле скажем качество изображения на ДТА это не очень хорошо исследуем как это ни странно и вообще на сайте обсерватории то есть что-то проводилось на сайте что-то проводилось в первые годы а потом дальше началось измерение синк вплоть до того что линейкой на мониторе я только увидел после заставок на теле посмотрят люди что-то видят и пишут что у них качество изображения 15 реально я за всю жизнь потом никогда не видел но люди писали вот и это проблема я когда меня спрашивали на последних выборах а что я сделаю первым если я стал директор он сказал я бы купил диму поставил потому что дима это система которая разработана в ГАИШе Корниловом которая работает на куче акселаторий в мире для измерения качества изображения независимо информационным методом это мерить и первое что например сделали кисловодский ГАИШ когда решил что будет ставить телескоп они поставили вот эту систему и к моменту установки телескопа начало наблюдения уже было многолетние виды качества изображений ясных ночей всего на свете у нас в САО вопрос о том что нам нужен постоянный какой-то один сингометр который нам будет давать какие-то независимые оценки а дальше мы от них будем оценивать возможности разных приборов телескоп они в общем-то у нас пока это разговор тем не менее единственное что есть как-то более-менее до последнего эпоху цифровых наблюдений изменения это приведенное в работе 11-го года Панчука Афанасио в бюллетене у нас статья «Астраклимат Северного Кавказа мифы и реальность» вот этот граммин он построен как раз по данным базы наблюдений со Скорпио тогда еще первым потому что у нас постоянно наблюдатель в течение ночи оценит качество изображений вмеряя функции Мафата на картинку которую получают мы всегда какие-то картинки получают в производстве наблюдений и записывают их в шахтах понятно что это неоднородные данные потому что разные наблюдатели по-разному часто заносят этот шахт и опять-таки исходя из того что потом уже при обработке все равно посмотрите на картинке кого он был забрать во-вторых как я уже говорил вот в перерыве разный длинный волны разные фильтры разно-качь что? а это раньше у нас был КТБТ а теперь КТРТ там у меня дефис дефис он был комитет по тематике российский телескоп и некоторые до сих пор вот если вы можете старше поколение называют вот этот сборщик КТШТ потом он был КТБТ а теперь называется НКТРТ национальный комитет по тематике российский телескоп соответственно тем не менее это единственные более-менее такие цифровые оценки для тех наблюдений которые в первичном фокусе даются тех, кто в первичном фокусе вот такая гистограмма она показывает что в общем-то у нас медиальное значение полторы секунды как это вот как ни странно может быть кажется в общем-то я как-то из этого оценки я делал ответную оценку сам проводил также по архиву данных и получил сходные величины вот у меня когда мой коллега из Чили спросил а как часто у вас бывает субсекундное изображение на бытах я сделал этот график соответственно потом отрезал от него вот это вот так то что лучше до секунды оценил плюс скорбь я тоже только 50% времени и у меня получилось две недели субсекундное наблюдение мы в год имеем на бытах ну где-то столько на самом деле и есть ну вот в последний раз это застал когда мы секунды наблюдали вот сейчас ну вот это бывает реальность всю ночь мы на секунду просто бывает нечего вот то есть у нас проблема на самом деле это стабильность качества борожения все-таки они не очень хороши причем эта проблема даже не столько нашей атмосферы столько сколько судя по всему те исследования которые сейчас имеют подтверждают подтверждают нашего подхода то есть у нас очень много турбуленции внутри там даже были исследования что два векря крутятся над от маслостанции то есть публикация в Беликейне даже как-то на Голах там как раз и в Томске сибирские специалисты они с ним разбирались маленькая у нас маленькая забрала вот большие телескопы у них характерно то что у них в фотографиях там открывается вообще все то есть на телескопах там на Субару на Джеймин вилки там какие-то фото человек вервался в куполе такие большие окна чтобы все проветривать у нас же проветриваются долго плюс у нас очень серый телескоп большинство окна телескопов стоят ближе к тропической зоне у нас сезонности тоже фактор температурный то есть эта температура гуляет и плюс еще известный так тоже эмпирический факт что в Несмите изображение хуже чем в первичном фокусе ну где-то это такая оценка эмоциональная но где-то она и реальная то есть то что свет входит два раза внутри телескопа уже существует то есть это вот фактор то есть у нас вот есть этот плюс еще большое зеркало опять-таки без датативной оптики на большом зеркале вы всегда будете заметить изображение хуже чем на маленьком и собственно после того как у нас сделан нормальный сурок на метровом телескопе и мы сейчас часто наблюдаем например в комнате дарных наблюдений одна группа на метровике другая на БТА да на метровике стабильно лучше качество изображения то есть у нас была одна ночь секундная а на БТА на цессии в это время Буренков наблюдал неделю несколько дней подряд то есть это действительно так вот в общем нам к это все надо подстраивать то есть нам нужно наблюдать так чтобы у нас оптимальным образом это качество изображения использоваться и при этом есть техническая проблема с этим самым значит комитетом по тематике который сейчас называется НКТРТ в связи с тем что телескоп у нас один в России запросов на него много постоянная политика отказа от ключевых проектов то есть скажем вот это много лет обсуждается в САУ то есть потому что допустим мы дадим кому-нибудь в течение нескольких лет но там будем давать там по месяцу наблюдений а потом спросим за это это практика которая есть на многих телескопах на Хабле даже был типа у него был как раз измерение постоянных телескопных Хабл но не пацифеидом в близкие горы соответственно у нас короткие ночи то есть короткие заявки у нас много заявок внутри месяца наблюдений при этом высокая специализация приборов была собственно я не сейчас вернусь вот астроклимат вот тоже спор о том как много у нас хорошей погоды вот из это я уже дал какого-то из отчетов видимо 16-го года ну вот у нас собственно хорошей погоды где-то у нас чуть больше 40% когда 50 когда меньше много ли это мало с идеальными местами сравнивая да конечно мало с другой стороны я вот когда примерно вот в эти годы читая отчет ежегодника ежегодный отчет англо-салейской обсерватории увидел как они там просто радуются что у них в этом году впервые за много лет было больше 50% наблюдательного времени ну то есть вот так 52 я подумал что сегоник англо-салейская обсерватория это обсерватория которая известна скажем в Негласии там куча проектов там обзоры 6DF 2DF мне казалось что телескоп работает непрерывно а у них эффективно просто построена именно программа наблюдений хороший отбор заявок как говорится качественных а работают они ну вот понимаете вот у них 40% на 40% у них 50% вот мне как раз мы как-то в интернете обсуждали среди выхода вот этой статьи 19-го года мне как-то прислали ссылку на статью значит по астроклимату на в Чили и в общем-то оказалось что вот пожалуйста вот Параналь всем значит считающимся как такая вот супер обсерватория где 8-метровый телескоп стоит да 70-80% то есть не 100 даже да в Ля-Фи в предыдущем месте где это вот и самое для сирены в Чили чуть-чуть южнее немножко Параналь чуть-чуть южнее у них процент видите по месяцам идет от 40 до 70 чуть-чуть лучше чем у нас а это вообще считалось лучшей регуляторной базой до того как построили Параналь ну на Гавайях вроде как получше то есть вот надо понимать что мы не сильно проигрываем в хороших местах в мире ну вот это не 45 а 65 то есть мы не сильно проигрываем когда мы говорим что у нас все плохо потому что погоды нет это неправильно это вот надо под это подстраиваться то есть погода у нас ну не Атакама но нельзя сказать что у нас там в два раза хуже чем Атакама Атакама это пустыня где в Чилийске в которой телескопы стоят это такой короткий слайд исторический я просто вот его тогда я очень много заспал и пришел к аспирантам то есть у нас первичный фокус ставилось в тот момент 6 методов наблюдения то есть был отдельно фотометр был отдельно мультиобъедный спектрограф волокон это называемый медуза был отдельно мультирачковый спектрограф был спектрограф отдельный щелью у АКС был значит а ну это не первичный фокус я говорю здесь перечислять то что еще был значит сконечный фокус а если говорить о низком разрешении то еще значит спектрограф в Несмите первичный фокус кроме всего этого ставились еще там водородный магнитометр ставился еще как и сейчас спектрограф в общем получается что у нас ну реально каждые несколько ночей качался сет ставился очередная аппаратура в первичный фокус вы знаете кто был на телескопе как это делается сколько кладется в горизонт вытаскивается ставится подключается мы тогда еще наблюдали снизу но и с аппаратной то есть это было нескончаемо смена аппарат при этом понятно что на некоторых задачах на некоторых приборах требуется хорошая качество изображения некоторые могут с ними обойтись и здесь подстроиться под это очень тяжело по эффективности в тот момент спектрографы тоже горя чувствительности у нас в общем-то вот спектрографы БТА тогдашние низкие разрешения показаны здесь синим у акций очковых спектрограф они в общем-то по квантам эффективности об этом понятии мы еще будем с вами говорить то есть ну грубо это получается количество полезным образом значит утилизированного света но это было меньше 10% в то время как спектрографии низкого разрешения в общем-то 40% это считается в тот момент было уже нормальным и вот спектрографа как раз вот форсики вот эти которые фотографируют и вот они здесь показаны голубики это почему было так ну во-первых конечно старые матрицы использовались ПЗС там не очень высокая конечно была эффективность кроме этого что здесь у нас еще было не вот неприятного у нас использовались старые зеркальные минзовые камеры то есть камера в виде такого маленького телескопа Шмидта или Максуровского телескопа то есть с вторичным зеркалом это позволяет делать хорошее качество камеры хорошее качество оптики по поле изображения но у вас в серединке зеркало то есть у вас центральное экранирование то есть вы часть света просто вот так тупо теряете на том что у вас центр закрыл плюс в общем-то мало использовались просветляющие покрытия и использовались классические решетки то есть это все вместе это перемножается и получается эффективность вот пожалуйста четыре-пять раз ниже даже значит еще сильнее потому что когда мы построили скорбию мы пришли как раз больше сорока процентов то есть мы вошли в ряд того что должно быть в мире просто за счет того что делается что были сделаны все те решения которые были к этому времени известны ну это на самом деле следствие историческое того что в 90-х годах наступило наступило такой вот малая так ну скажем малозаметная для них специалистов революция в методах странических образований появились хорошие качественные ПЗС и вот если брать какие-то данные конца 90-х годов вполне можно сравнивать с тем что сейчас есть полученные на таких же полископах появились новые появились новые методы значит расчета оптики изготовления оптики асферической стали делать хорошую чисто значит линзовую оптику плюс разработка покрытия генозафических решений это все вместе где-то вот заняло десятилетие а у нас в это время был некий в общем-то экономический развал и остановка в развитии методов и поэтому когда мы значит в начале уже наступившего века это немножко наверстали мы вышли на мировой уровень дальше телескоп и качество значит атмосферы и всего остального собственно это к тому что сейчас вот прямо сейчас в обсерватории как делаются попытки сократить от отставания с кемпи высокого разрешения здесь у нас было сделать проще потому что прибор маленький то есть скорбь можно обнять то есть в нем маленькая оптика маленькое все маленький кремированный кучок это просто стоит сильно дешевле чем кто работает с высоким решением знают как будет ваш степен совершенно другие масштабы то есть это волюм фейс будет отдельная лекция не переживайте вот собственно на первом скорпио у нас мы сразу сделали значит шесть видов наблюдений вот они здесь показываны как они у нас показываны в соответствующей статье то есть здесь возможно сделать картинки в нескольких фильтрах длинная щель той же самой длины там те шесть угловых минут вот интерфономер фабрики перо будем отдельно обсуждать его программа бесщелевая спетроскопия вот как раз в вопросе о спетрофетометре будем касаться зачем это нужно ну на самом деле она не совсем бесщелевая там просто вместо щели там такая диафрагмочка вводится она второго скорбь мы просто расширяем щель в 7 секунд чтобы получить спектр низкого разрешения чтобы весь сквелет стандарта вошел многощелевая масочка к сожалению сейчас она у нас в нерабочем состоянии тем не менее этот метод себя в общем-то еще может быть ориентирован то есть получение спектров одновременно 16 объектов от маленьких щелей в поле и спектрополириметрия ну вот я здесь мало касаюсь в этих лекциях это недельный курс конечно читать ну как раз вот у нас первый вариант был сделан там то есть слабые объекты измерения проливационных активностей какой главный плюс от этого вот вы набираете набор различных режимов наблюдений и вы сможете набрать много разных программ то есть не надо постоянно менять аппаратуру в стакане приходится мы можем постоянно мы просто меняем как говорится даем команды на то что вместо щели у нас появился фильтр соответственно объехала гризмочка в пучок и все это заработает это было очень важное решение очень важный выигрыш и в общем-то вот сейчас вы наблюдаете когда сходит на билет на скорпио видели что мы там прыгаем между программами и задерживаются может быть посчитаем в течение одной ночи только по одной наблюдательной задачи только потому что там это может быть выгоднее других соображений в том числе чисто организационных в целом оказывается что например можно брать задачи прежде всего на разные качества изображений исходя из текущих под них подстраиваются соответствующим видом наблюдения оптическая схема есть на сайте в страничках я не буду не останавливаться именно потому что тем кто с прибором не работает она не будет сильно нужна а то с ним работает не учитается вот единственное что здесь добавило к тому что у нас статьи пятого года это у нас теперь вот собственно вот коллимированный пучок это часть это коллиматор создает коллимированный пучок правая часть это камера и сейчас у нас туда добавилась еще одна гризмочка у нас сейчас две гризмочки вместо одной вместо интерфером это фабрипер то есть турели фильтра фокальная плоская значит щель находится на первом скорбе прямо фокальной вот то есть это в общем-то та схема которая в упрощенном виде показывала она по сути дела фокальный редуктор это там две линзы одна линза которая коллиматор другая камера ну а дальше вам их приходится сделать больше потому что ну чтобы было нормальное качество изображения чтобы бороться собираться в идеальном варианте по Ахи две линзы они вам делают фокальный редуктор плюс у них есть кульмированный пучок куда мы можем пихнуть значит наш дисплейсионный элемент про гризма мы еще будем говорить вот как раз это еще старый вариант первого скорбьер квантовой эффективности о которой я тогда говорил что вот у нас с учетом телескопа оптики и камеры это где-то до 70% света проходило и вот где-то до 50% сделал графически на решетку то есть это в общем-то хороший стандарт что у нас в общем заметная часть света 50% я честно говоря приборов как-то вообще не видел с петровых то есть ну опять-таки сидит сейчас полностью значит все включает телескоп ну просто действительно оказывается делать это нереально сложно если я правильно помню с петровых мюсной вилки 8-метровым считается самым эффективным у них что-то в пике тоже около где-то 40-40% то есть это вот ну он конечно более сложный там интегральный полеватель вот но в общем это вот вблизи такого предела принципиального ну в историю я тоже здесь далеко лезть не буду в том числе потому что желающие на сайте нашего семинара могут найти у меня там есть записи у меня был доклад в прошлом году кажется да по истории проекта проблемах и недостатках ну важно то что как говорится шло очень долго что в 99-м году вот сейчас как-то про армению грустно вспоминать эти современные новостями вот а тогда у нас был активный проект с бюроканской обсерваторией с китайскими товарищами сделать редуктор фокуса чтобы просто сделать снимки на телескопе 2,6 метра и так готовили к своему проекту ламост и они отрабатывали разные технологии в том числе поиск объектов по цветам вот а поскольку как я уже говорил телескоп это они с одной светосилой что 2,6 что БТА одним конструктором делались то можно было сделать клон для 6-метрового телескопа и Витальевич Афанастик на портрете он собственно тогда предложил эту систему в том числе делать два прибора один для БТА другой для бюрокана делать параллельно это проще чем делать два раза в общем мы это и делали я тогда пришел в аспирантуру и был менеджером проектов который в общем этот процесс организовывал и учился организовывать вот в нескольких этапах это все строилось потихоньку мы значит перешли уже на удаленные наблюдения и где-то уже в 10-м году исходя из опыта использования первого скорпи сделали второго причем принципиальным было именно то что скорпиа-2 строился чисто для удаленных наблюдений то есть мы поняли что всякие там замены гризма и там фильтров на живом телескопе это конечно уже должно отходить в прошлое но вот кто сейчас у нас наблюдает в общем с обоими приборами работает удаленно но видно что у скорпиа-1 у него конечно режимов всяких поменьше именно по той причине что в тот момент казалось ну хотя бы мы вот это вот сделали пусть оно работает потом оказалось что хочется все больше больше и больше в общем-то скорпиа-2 тоже не хватает многим режимам мы уже думаем что куда двигаться дальше на группе я сильно останавливаться не буду просто отмечу что руководил этим всем собственной разработкой Викторич Афанасьев и к сожалению из этого списка вообще я сейчас смотрю в живых осталось только мы с Сергеем Николаевичем Додоновым и Игорь Иванович Перепелицем делающий оптику к сожалению конструкторов сборщиков уже нет с нами но тем не менее в общем-то их прибор работает до сих пор значит описание приборов я буду периодически к этому касаться обращаться какие-то моменты буду называть просто чтобы вы помнили о том что это у нас все на страничке я считаю что может быть у нас она и в архаичном дизайне но в любом случае мы стараемся наши приборы новости для них происходящие как-то отражать на веб-странице обсерватории основное описание вот такая была у нас такая заметка с кратким описанием письма к ВАЖ вот я сейчас свежую делаю скан из ВИДС в общем она одна из самых цитируемых работ вообще для всю историю писем к ВАЖ потому что ее никто не читает просто люди же вот сделали а надо сослаться прибор там вот они в нее ссылаются я советую прочитать она маленькая просто вот у нас у нас зачет будет по курсу он будет проходить немножко в той форме что вам нужно будет рассказать что-нибудь из того что я рассказываю чуть-чуть по-другому но тем не менее она короткая она маленькая вот есть большая статья в Саловском бюллетене с детальным описанием но она как раз она чисто технически интересна там у нас как раз мы излагали в статье пятого года в ПАЖ именно основные концепции идеи прибора первые результаты и в общем-то она на мой взгляд лучше получить вторую Скорпию у нас анонсирован в таком журнале как Болтик Астронами кажется по той же причине сейчас она где-то входит в тройку и пятерку наиболее цитивных работ журнала Болтик Астронами опять-таки никто читает разумеется но все знают что мы со сладкой когда на Скорпию 2 на эту вот там мы как раз подводили некоторую статистику потому что мы как наблюдаем детальные вот такой огромные статьи с описанием Скорпия 2 мы так и не сделали и видим уже и не сделаем просто потому что она разбежалась сразу по серии у нас отдельно описана гидирующая платформа это прибор за который у нас сейчас Рома Уклеин отвечает это вот такая статья Белитей 17-го года полиэлеметический режим очень подробно описан Леонидович и Владимир Иванович и Михонянов тоже в статье в бюллетене там в общем-то можно подобрать форму выстроить свою систему обработки значит то же самое с интегральной полевой статистикопии из блока Майфу работа 18-го года про этот фабрик пером будет добавить у меня был обзор в 2021 году в бюллетене наверное он наиболее в этом смысле подробно к тому же в общем-то историю вопрос тоже рассматривать отдельная саптическая схема то есть в общем-то все это можно найти собрать и все это есть на ну в смысле если хочется почитать но в общем-то для слушателей курсы я считаю достаточно почитать вот наши статьи 15-го года про первую скорбь ну и как-то слушайте лекции которые я рассказываю здесь у меня такое идет сравнение того что было и что стало первое а ну собственно потому что будет педешки лежат она и сейчас лежит у меня на страничке может будет взять вот это что дело в том что у нас уже существовал фокальный редуктор тогда то есть как же без этого он был сделан из двух фотообъективов коммерческих вот наблюдатель тестировал это фабрики там был один фильтр который менялся вручную я чуть-чуть достал студентам это чудо техники то есть действительно наблюдения галактик проводились вот в течение ночи в одном фильтре ну там выбираться по красному смещению если нужно было два кто-то лез на АП на посадку аварийную ждал пока приедет прибор значит вытаскивал этот фильтр менял ну потому что такой был уровень потому что с точки зрения качества система работала хорошо а вот тем что это вот так сделано ну думали что каждый раз мы делаем что-нибудь новенькое и автоматически когда кто-то сделал да вот поэтому в плане конечно этот вот классический редуктор конечно очень сильно умышлится я как-то его а ну-то я делал обзор надо ставим в следующий раз покажу когда буду рассказывать я как-то когда делал обзор по этому методу на на 50-летие 50-летие САУ доклад я пытался найти фотографию оказалось нет вообще не сохранилось есть единственная фотография где Валерий Лучей Глазюк за пару лет до того он стал замдиректором на санках везет этот прибор значит зимой потому что заваливало снегом так что дорогу редко чистили что до Шанхая можно было добраться дальше был участок по которому нужно было идти пешком либо там такой еще гусеничный спортер помогал вот такой есть снимок не буду вас привезти классический была пузырь мат это в стакане но проблемах я вам уже говорил что маленькое поле зрения и слишком мелкий пикс соответственно там был поле зрения 3 минуты вообще уже никуда почти не годилось при этом приходило не было гидирования и приходилось еще в зависимости от толщины фильтра перефокусироваться телескопом когда в США наблюдали это стало свои проблемы вот у нас поле зрения увеличилось но оптики больше это уже хуже потому что и блики появились сложно полоское поле стало сложнее то есть здесь в общем-то оказалось что выигрыш не в окне происходит но зато огромное количество фильтров которые можно использовать и мы стали эффективно использовать именно вот этот экологическую нишу о которой я говорил наблюдение с высокой светосилой и слабых протяженных объектов ну вот про мутиобъекты из Петрогов я уже упоминал да то есть у нас была система с световолокнами сделали значит многощелевую маску и здесь мы сильно выиграли по проницающей звездной величине хотя конечно немножко другие задачи стали решаться я буду рассказывать про этот метод отдельно у нас будет лекция мутиобъектная спетоскопия там в общем-то тоже есть свои ограничения то есть конечно 16 объектов иногда мало иногда слишком много то есть здесь все время приходится строить выбирать оптимальный метод и как-то не так часто у нас использовалась эта вот многощелевая маска на телескопе как бы наверное она могла бы использоваться тем не менее вот были интересные работы сделаны ну и классический спектрограф это я уже рассказывал классический спектрограф длинной щелью щель увеличилась сильно и разумеется эффективность у нас тоже возросла однако классический спектрограф это возможность менять диапазон просто наклоняя отражающую руху с географическими решетками которыми мы работаем очень высокая эффективность но уже так хорошо не сделать потому что наклонять их там будут свои проблемы с потерей света и сложно это сделать нужно иметь набор то есть у нас на самом деле мы немножко ограничены возможность выбора спектральных диапазонов но это плата за очень большое количество и то что ну в общем-то у нас вообще потому что те решетки что сейчас есть скажем на втором скорбе их там девять штук и в общем-то их хватает почти на любую фантазию некоторые использовались буквально один раз некоторые наоборот любимые постоянно вот ну это вот такое воспоминание о том что у нас до сих пор кажется в формально в N1 существует такой спектрограф Краб вначале там был такой СП-124 если я правильно помню это шифровка спектрограф планетный я застал время когда шутили что это спектрограф планетный на который не наблюдалось ни одной планеты ну его так назвали вот когда его строили потом его много раз переделывали это была действительно такая очень хорошо автоматизированная к тому времени вещь она хорошо управлялась это был спектрограф постоянной готовности как сейчас говорят он может в любой момент включить но у него была эффективность полтора там несколько процентов то есть и соответственно когда только появился Скорпио с меньшей с меньшими меньшими возможностями по спектральному диапазону с большими потерями на щели и но при этом с выигрышем по свету 40 раз в общем все пользователи этого спектрограф от Спа-124 перешли на Скорпио а вот модернизированность итогов Крап он как раз у нас кажется до сих пор существует и как-то я с него результаты не видел он такое было интересное решение и шелет среднего разрешения но как-то вот не взлетело ну в общем-то историю можно почитать Владимир Евгеньевич Панчук в своих докладах этого касается вопрос как именно в историческом плане в общем-то вот здесь в этом коротком перечислении я как бы хотел подчеркнуть что с одной стороны мы заменили много методов более эффективными с другой стороны есть такая проблема универсальности эту картинку я подчеркну саму идею сам слайд была простая достаточно как-то из одного доклада Алексея Князева который работал когда-то здесь а сейчас он работает уже много лет на южноамериканский телескоп ИСО и у них там вообще в тот длительное время вообще был только один прибор наблюдений очень многорежимный СО вообще спички телескопа особая конструкция надо отдельно рассказывать и у них там вот в вокальной плоскости такой специальный плафон перемещался гигантский комбайн и вот как швейцарский ножик швейцарский ножик такая красивая модная вещь и полезная в общем в том числе и в походе и открывашка и пила и вот значит и ножницы и пассатижи все есть но мы прекрасно знаем что ножницы лучше взять подходящие по случаю в руке или для нужной резки то же самое с пассатижами и пила которая там есть ну вот кто пробовал ее пилить я как-то пробовал как-то но в общем она прочная красивая и в общем ничего с ней не сделала она маленькая то есть любой отдельный инструмент всегда лучше чем вот этот реверс это такое общее правило и поэтому всегда мы чем-то жем где-то ну в данном случае размерами массой надежности поэтому в этом плане на вот я буду подчеркивать в рассказах своих о приборах наших это в общем-то видно что вот эта гибкость выбора наблюдательных программ возможность сразу наблюдать последовательно наблюдать разными методами все равно вот мы приходим в компромисс например у нас ограниченная диаметра коллимерного почка чтобы у нас можно было бы сделать побольше и для скажем спектральных некоторых вариантов было бы это получше но мы работаем мы тут оставляем метаферометры у них есть соответствующие обмечение про широкощельность у нас очень принято бояться вообще этого термина у нас все равно делится на тех кто знает что такое и при этом как-то вот иногда даже некоторые странных лагеря по-разному реагируют в общем в данном случае это означает то что у нас щель узкая большая видов наблюдений и это ограничение оправданно вот рядом параметров которых я буду говорить это не всегда хорошо потому что мы теряем часть света на щели не хочется этого делать но приходится ну вот это уже техники то почему мы здесь скорпию 1 делали скорпию 2 это я не буду останавливаться потому что много потому что действительно исходили из тех технических реалий которые были но важный момент который я в связи с телескопом отмечу то у нас наверное один из самых светосильных телескопов если брать просто одно зеркало даже весь телескоп потому что у нас не только что телескоп длинный вот такой как бы у нас получается такое противоречие но телескоп у нас длинный F4 то есть вы видели современный телескоп короче а с другой стороны там все равно светосилы 1 к 8 1 к 6 потому что свет там потому что фокус там просто складывается пополам вторичным зеркалом то есть размер геометрически меньше а светосилы все равно невысок а для такого большого спучка нужны светосильные камеры я буду объяснять в следующей лекции о том как согласуется телескоп и спуток почему параметры спиртоков завязаны параметры спуток а светосильные камеры делают сложно ну просто это дорого тяжело и сопряжено еще с кучей соответствующих проблем ну вот я тут про скорпия 2 уже говорил сравнивать со скорпио 1 всего больше много решеток много спектра много фильтров много разных режимов а это наш основной прибор некоторые наблюдались с ним поэтому здесь я просто буду отсылать к соответствующей работе просто на сайте у нас написано что прибор может про то что у нас много что у нас больше чем обретено времени сейчас занимают эти приборы на борта я уже говорил это у меня еще картинка из нашей древней статьи 11 года где мы рассматривали какие объекты наблюдались на телескопе я не думаю что кистограмма сильно изменится поэтому я ее не менял то есть у нас в общем-то несмотря на такой общий ажиотаж к близким галактикам связанным с тем что несколько лабораторий этим занимают у нас это лаборатория Дмитрия Макарова и Саша Винокурова в общем-то это тоже изучение объектов близких галактик тем не менее чем только что только и не наблюдаем это объекта солнечной системы в основном кометы то значит там звезд и квазар ну вот из таких результатов которые были на телескопе которые мне нравятся показательные как я уже говорил у нас очень эффективно вот это использовать выигрыш посвятать силу для наблюдения слабых протяжённых объектов и вот Игорь Дмитриевич Караченцев и Серафимович Кастин они за много лет провели такой очень подробный Ашальфа обзор близких галактик а линия Ашальфа она хороша тем что по ней вы можете посчитать количество рождающих молодых звезд они производят лайвен кванты которые они делают соответственно можно посчитать темпы звездообразования темпы звездообразования локальных вселенных с равными с равными оценками на других красных смещениях это в общем-то такая там целая серия работ которая длится уже давно и которая действительно там был целый ряд очень интересных результатов ну это просто пример спецкопии объекта галактики в гамма-сплеске который просто показывает почему удобно использовать фокальный редуктор слабый объект это ещё двойной мы можем поставить вдоль щели щель вертикально отказывает протягивающий свет ну здесь в принципе 23 величина в R это в общем-то то что считается для современных даже в мире круглых телескопов слабыми объектами в общем-то всё более-менее хорошо видно новые звёзды в близких галактиках это в общем-то у нас такая стандартная тема так же как в своих новые и всякие вспыхивающие объекты но графин космического подковы я очень люблю потому что это был первый результат наблюдений в дистанционном режиме то есть вот когда мой коллега Василий Белокуров одногруппник работающий в Кембинич сказал что вот они в СДС нашли нечто интересное возможно графин хотя очень большая по диаметру вот а мы тогда значит непосредственно на свое рабочее место подключился скорпио который стоял на телескопе сня получил спектр оказалось что это сильная гравитационная линза то есть это изображение многократно усиленное изображение галактики далекой на красном смещении два с половиной почти которые значит усиленное гравитационное влияние центральной галактики на Хабре ее снимали и сейчас если набрать в любом поисковике гравитационная линза вот раньше выскакивала как правило Крестенштейн и сейчас космическая парковка она стала такой самой популярной гравитационной линзы тоже приятной ну вот это один из результатов который я считаю важным за последние годы получен на 6-метровом телескопе Викторич Афанасьев с ягодскими коллегами они разработали новый метод измерения массы черного гравитационного то есть этих методов вообще немного и они добавили свой причем имеющий очень интересные приложения потому что мы измеряем массу черной дыры не задумываясь о том какой наклон вращательный диск получит зрение то есть геометрия убирается требует сложных планометических наблюдений но это возможно и этот он сейчас путешествует по миру сейчас уже не только на нашей телескопе применяется но вот у нас 7 ноября Женя Малыгин будет изучать диссертацию в том числе имеющий отношение к этой методике на сайте не поленился посчитать у нас есть такая рубрика которая называется что нового в нашей вселенной а на самом деле это те результаты которые получаются на всех телескопах обсерватории не обязательно даже на телескопах вообще сотрудники обсерватории и которые там в общем выставляются скажем так на общее обозрение либо это были результаты которые подавались либо значит это либо это значит кто-то пишет потому что ученый секретарь попросил либо сам считает представить стоит представить данные то есть там выборка такая нерепрезентативная тем не менее из 76 за многие годы результатов которые там есть я посчитал вот половину это скорпио разными группами полученные результаты просто кстати надо понимать что здесь не только да не только БТА там у нас я посмотрел там хавловского телескопа сотрудники месала получены там движено американских ну опять-таки радиотелескоп ротан там солнечки наши активные вот так что в общем-то там куда ни глянь это вот последний вот скорпион мне показал 2022 год тут и тут и кометы и графлинзы и активные галактики и любимые некоторыми звезды то есть в общем-то все ну собственно вот на этом я заканчиваю и в общем-то через короткий курс я буду постоянно подчеркать вот эту вот формулу что результат который мы получаем в итоге публикуем мы радуемся и мы защищаем очень внутреннее удовлетворение он определяет всегда несколькими факторами если мы будем экспериментаривать результат тогда это в общем-то и то как сделан прибор разумеется на совсем плохих приборов сложно что-то получить хорошее хотя бывают примеры но дальше это и методика наблюдения потому что можно использовать методику наблюдения в общем-то все на свет и наоборот вытащить благодаря правильно поставленным методическим задачей вытащить необходимые нам эффекты и разумеется метод обработки данных это я буду просто возвращаться показывать на конкретных примерах литература которая вот здесь я указывал она мне на страничке написана вот у меня там есть указан адрес ну в общем меня можно найти там на сайте нашей лаборатории на сайте нашей обсерватории у меня там есть такой раздел лекции вот в текущем видео не будет вот так там как раз идет вот курс который есть на ютубе как я уже говорил он тогда записывался просто стоящий кисками я буду потихоньку менять на то что я сейчас говорю мне кажется здесь все-таки качество немножко будет получше презентация здесь тоже есть а вот там ниже есть еще литературы и где возможно я давал ссылки пожалуйста так что это все там будет обновляться будет следующая лекция у нас будет согласован по всяким вопросам связанным как раз соц.пектрографами вот как раз значит кто же меня спрашивали убежали по поводу по поводу значит коррекции за защиту все это мы расскажем все на сегодня все какие еще вопросы возникли с удовольствием пожалуйста нет сейчас сколько втором у нас 9 смены имеется в течение ночи мы можем ставить либо одну либо другу не нет я говорил конечно нет это не кросс дисперс решили у нас вообще отдельная проблема то есть мы обсуждали значит мы обсуждали возможности шеле но она не влезает в нормальных режимах так там из чата я вижу вопрос значит зачет будет зачет будет ну вообще могли бы уже узнать наверное как я все держу его в этом самом таком легком неведении народ потому что форма зачета у меня была у предыдущих аспирантов можете спросить на самом деле он будет на самом деле в виде некого такого семинара где каждый будет делать короткое выступление ну там уже будет нюанс в принципе мы так прохладили всем то есть вот это не я не буду просить повторять какие-то тезисы из того что я здесь предлагаю то есть я как раз хочу чтобы вы просто разбирались в некоторых вопросах так все вы сказали спасибо так тогда наверное я запись остановлю вы что вы Продолжение следует...